Всем добрый день! Меня зовут Коробкова Наталья, я психолог и специалист по психосоматике. И я продолжаю серию своих видео на тему родители-дети. И сегодня я хочу с вами разобрать сказку мальчик с пальчик. Для чего я это делаю? Для чего я разбираю иногда какие-то сказки? Например, у меня уже есть разбор по сказке Морозко. Вообще я буду разбирать только сказки с каким-то жестким сценарием, который непонятно, полезен детям или наоборот опасен и вызовет в них какое-то нервное напряжение, страхи в них поселят. И будут ли после таких сказок дети нормально спать? Вопрос к тому, почему детям иногда снятся кошмары. Во-первых, прежде всего, сразу скажу, дело в психике. Есть люди высокочувствительные, они уже такими рождаются. И это легко заметить. Если вы чувствуете, что ваш ребенок очень чувствительный, ему тяжело слушать какие-то сказки или рассказы о том, где что-то случилось с животным, кто-то приболел, он может плакать, сильно очень долго сопереживать этому животному или человеку, долго об этом вспоминать. Знаете, ваш ребенок высокочувствительный. И тогда вы особенно должны быть внимательны к тем сказкам, которые читаете ребенку, к тем рассказам и к тем мультикам, которые вы ему ставите. Потому что все это может отложить в подсознании отпечаток, который будет потом влиять и на него, и в его взрослой жизни. Если же ваш ребенок такой достаточно черствый, эмоционально такой толстокожий, то не такой сильный вред будет нанесен. Но все равно может оставить такие сказки с сомнительным сюжетом. Ну, какие-то вопросы, да, что это было вообще, и чему тогда учит эта сказка. Хорошие всякие сказки, естественно, я разбирать не буду, с ними все в порядке, их большинство, а вот в странных сказах их меньшинство. И сегодня мы разберем сказка «Мальчик с пальчик». Это полный вообще жесть, криминал, маньяки, убийцы, людоеды, эти каннибалы, все это, значит, детоубийцы, все это в этой сказке. И вот интересно, если ребенок, да, со своей детской психикой, вот это вот все слушает. И повторюсь, как я говорила в предыдущем видео про сказку Морозко, что дети любят слушать сказки по десятки раз, сотни раз. Вот если им сказка какая-то запала в душу, то они вот читаем и читаем одну сказку по несколько раз в день, пока она им не надоест. И так несколько дней, и то и несколько месяцев, значит, подряд. И вот представьте себе, что вот если бы сказку «Мальчик с пальчик», ребенок, ребенку бы читали десятки, сотни раз. Сейчас мы разберем, про что здесь. То как это вообще вот может на психику повлиять? Ну что же, смотрим. Значит, версия Шарли Перро, да, понятно, что каждая сказка, как правило, она имеет какие-то народные корни, неизвестно, кто ее когда придумал. Десять раз сказки перья писывались, добавляясь какие-то новые нюансы, в каждой стране какие-то свои нюансы. Но мы берем, как бы, классику жанра, версия Шарля Перро. Значит, в стране царят не считай голод, лесорубу его жене нечем больше кормить семерых сыновей. Одним вечером, пока дети спят, родители решают завести их в лес и оставить там. Какая прелесть, правда? Вот начало сказки. Семеро сыновей, значит, кормить нечем, голод-холод, и они решают их завести в лес и оставить там. Один из мальчиков, прозванный за свой малый рост мальчик-спальчик, подслушивает разговор родителей и предусмотрительно запасается белыми камешками, чтобы бросать их на дорогу, а потом по ним прийти назад домой. Вот, то есть, ну, а куда еще деваться, да, прийти домой, уговорит родителей их не убивать. На следующий день отец приводит в исполнение свой зловещий план, но мальчик-спальчик и его братья благодаря камешкам возвращаются домой. Родители этому очень обрадовались. Где логика? Но, слушаем дальше, почему же они обрадовались. Так как за время отсутствия детей деревенский голова отдал, наконец, лесорубам деньги, которые был им должен. Но это счастье оказалось кратковременным. Когда вновь приходит нужда, родители снова решают оставить детей в лесу, но перед этим запирают мальчика с пальчика, чтобы он все-таки назад с камешками не пришел, да, и не смог вернуться с братьями. Блуждая по лесу, ну, в итоге план они исполняют, все, блуждая по лесу, дети, да, находят хижину и пытаются найти в ней приют. Открывшая дверь женщина пытается убедить их уйти, так как ее муж-людоед. Тоже, видите, ничего странного, просто мой муж-людоед, который ест детей. Вот, видите, какая прелесть, так тоже бывает. Но семь братьев, больше страшась лесных волков, уговаривают, в общем, входят в дом, жена их там где-то прячет, вот. Но муж их находит и обрадовался, что все, скоро будет пир. Значит, опасаясь, что людоед нападет на них ночью, мальчик-спальчик, пока его братья спят, обменивает их шапочки на золотые венцы семи дочерей людоеда, да, то есть у людоеда семь дочерей, и вот он обменивает шапочками. Людоед входит в спальню ночью и полагает, что в шапочках спят мальчики и убивает своих дочерей. Тоже, почему нет? То есть, видите, семь детей убить и не заметить, что это девочки, а не мальчики, тоже какая прелесть. Идем дальше. Малыши тем временем убегают, а взбешенный людоед бросается в погоню за ними на своих сапогах-скороходах. Но когда он утомился, он сел отдыхать на камне, да, как-то уснул там, значит, мальчик этот, спальчик, украл у него эти сапоги-скороходы, прибегает к жене людоеда, рассказывает, что разбойники взяли ее мужа в плен, требуют выкуп, и чтобы ее муж поручил, и что ее муж поручил ему сбегать как раз в этих сапогах к ней и к жене за деньгами, вот, чтобы выкуп дать этим бандитам. В итоге мальчик-спальчик с большим богатством возвращается к родителям, которые принимают своих детей с радостью и облегчением. Видите, опять уже в третий раз, значит, сначала они их туда, чтобы они умерли, а потом их с радостью и с облегчением опять встречают. Логики нет вообще. Причем уже отец позаботился, чтобы они назад-то не вернулись, и тут все равно вернулись, но рады, потому что с деньгами. Вот, смотрите, давайте рассуждать. Во-первых, мы посмотрим истоки этой истории. Почему вообще такая жестокая сказка вообще каким-то образом стала сказкой? Значит, версия Шарля Перро появляется в контексте большого голода, которое было в правлении Людовика XIV, да, и она высвечивает неустойчивость к крестьянской жизни и положение детей, которыми первыми жертвовали в случае бедствий. Вот. И также, значит, между второй половиной XVII века и началом XVIII века Европу и Францию потрясли природный катаклизм. Это был разгар малого ледникового периода. И там были, в общем, дождливое лето, суровые зимы, локальный голод, и все это вот периодически вспыхивало в определенные года. И, в общем, люди теряли все урожаи, плоды, вино, умирали дикие животные, и волки, редкий в истории Франции факт, начинают нападать на людей. Вот. Необходимо было делать закупки зерна за границей, но разорительные воины Людовика XIV исчерпали государственную казну. То есть, понятно, что такое было. Понятно, что была куча времен, когда реально детей увозили в лес на мороз, чтобы они умирали. Я верю в эти истории. Когда детей нечем кормить, и родителям, возможно, тяжело, естественно, смотреть на эти мучения ребенка, и как бы тем самым они избавляли ребенка от мучений, ну, чтобы он быстрее замерз и умер, нежели в тепле медленно от голода умирал. Это очень страшно, это очень жестоко, это очень сурово, но такое было. Вопрос. Зачем такие вещи рассказывать маленьким детям? Для чего? То есть, чтобы что было у них, чтобы они какие выводы сделали? Особенно рассказывать об этом в спокойное, сытое время. Чтобы их как-то закалить, чтобы их как-то подготовить к этому. Ну, понятно, это глупо, это кроме страха и ужаса ничего у детей не вызовет. Вот. Поэтому, как бы, это можно описывать в истории, рассказывать о таких случаях. О случаях людоедства среди людей во время голода и войны, да, о случаях, когда топили своих детей, потому что принесли в Подоле кормить нечем или мать и отец убьет, если там... Ну, в общем, чего только раньше не было. Противозачаточных средств не было, поэтому рожали бесконечно, смертность была детей огромная. Вот. Ну, вопрос, как бы, зачем нужна эта сказка «Мальчик с пальчик»? Такое, значит, приятное название, да, и такой вот жестокий, жесткий сюжет. Поэтому, какие могут сниться сны ребенку, если он на ночь послушал эту сказку? Ну, что-либо к нему сейчас придет людоед и его съест, да, там, за ногу схватит. Или что его сейчас куда-то вытащат и в лес повезут на мороз. Или что они все завтра с голоду умрут, и родители его бросят, и все. То есть, как угодно. И вот отсюда начинаются кошмары. Поэтому очень важно сначала самому прочитать сказку и уже сделать адекватные выводы. А нужно ли мне такое читать ребенку? И не факт, что если это все читают, значит, и мне надо. Надо посмотреть на индивидуальности ребенка. Хотя вот все-таки я считаю, что даже ребенок, как говорится, такой толстокожий в плане нервной системы, ему тоже ни к чему эти сюжеты. Вот. Но есть, кстати... Да, кстати, еще хочу сказать одну вещь, да, помимо того, что есть высокочувствительные люди, есть толстокожие люди, еще хочу сказать, от чего еще? Каким-то детям снятся кошмары, а каким-то нет в детстве. Очень много зависит от состояния родителей. Вот ребенок живет со взрослыми, если взрослые... У взрослых много страхов, много тревог, они сами тревожные, у них много страхов. Это... Ребенок это будет считывать на автоматический, телепатический, абсолютно. И через сны он будет их выдавать. Вот. А если родители более-менее устойчивы, или хотя бы один кто-то уверенный, спокойный, устойчивый, то тогда, скорее всего, ребенок будет крепко спать. У него будет внутреннее ощущение безопасности. Я в безопасности, со мной рядом взрослые, которые меня защитят. Я спокойно сплю. И тогда я не боюсь ничего. Ни темноты, ни тишины, ни закрытой двери. Ничего. Вот. Понимаете? Потому что он считывает это состояние у взрослых. А представьте, если ребенок оказался в темноте, один в комнате, так еще и весь день он чувствовал мамину тревогу или папину, их страхи. Все. Он и не может. Ему неспокойно. Темнота, наоборот, добавляет еще, нагнетает. Вот. Ну а теперь о позитивном. Вот я нашла у себя в библиотеке книжку «Мальчик с пальчик». У нее нет автора, как ни странно. Просто написано издательство, которое издало. И она абсолютно переделана. И вы знаете, эта сказка очень-очень позитивно ложится. Убрали всю жесть отсюда и оставили. Вы знаете, так интересно, так мягенько они все это постелили. Значит, было у дровосека пятеро сыновей. Жили они бедно. И поэтому с самого раннего возраста дровосек брал своих сыновей в лес, чтобы они помогали ему в работе и собирали хворост. Самого младшего из детей звали «Мальчик с пальчик». Хоть он и не вышел ростом, но среди своих братьев был сам рассудительным и смышленым. «Однажды случилось так, что дети отправились за хворостом одни. Чтобы не заблудиться, мальчик с пальчик стал разбрасывать за собой хлебные крошки. Надеялся по ним назад найти дорогу. Но лесные птицы съели хлебные крошки и дети заблудились». Видите, посмотрите, совершенно другое начало. Никакие родители никуда их убивать не вывозили. Понимаете, они просто заблудились. Тогда мальчик с пальчиком влез на дерево, увидел вдалеке мерцающий свет. Пошли они на этот свет. И хозяйка открывает дом и говорит, что здесь живет людоед. Видите, это не жена, говорит, у меня муж – людоед. Это совершенно другая подача. Она говорит, здесь живет людоед, он вас съест. Но они говорят, все равно мы в лесу пропадем, нас тут волки съедят, спрячьте нас где-нибудь. Хозяйка их прячет, но людоед учуял запах человечины. И видя, что дело плохо, мальчик с пальчиком потихоньку разбудил своих братьев, и они выбрались из дома. Все, нет никаких семерых дочерей, которых он сожрал вместо этих. Никакого вот этого вот жескача. Заметив беглецов, людоед бросился в погоню. Надо сказать, что людоеду достались наследство прекрасные сапоги-скороходы. Поэтому убежать от него было очень трудно. Тем временем мальчик с пальчиком спрятал своих братьев в пещере, а сам, притаившись в камнях, стал за людоедом наблюдать. Людоед, устав от бесполезных поисков, захотел отдохнуть и прилег на скалу. Уснул, в общем, мальчик снял с него сапоги, и они, сев братья в эти сапоги, прибежали к родительскому дому. Мало, смотрите, интересный момент. То есть ему не пришлось ехать к жене, бежать к жене-людоеду, разводить ее на деньги, как в сказке Шарля Перо, и возвращаться к родителям с деньгами, иначе без денег их бы опять укокошили. Здесь вообще этого ничего нет. Мало того, в конце, благодаря необыкновенным сапогам-скороходам, мальчик с пальчик вскоре сделался самым главным королевским гонцом. Он исполнял самые срочные поручения короля, за что и был им достойно вознагражден. Вот он бежит, мальчик с пальчиком. Посмотрите, какая прелесть. То есть как можно вот этот сюжет подать действительно сказочно, мило, и то, что может переварить психика ребенка. Я имею ввиду. Вот, дорогие родители, поэтому еще раз повторюсь, обращайте внимание на ту информацию, которую получает ваш ребенок. Всего вам доброго, до свидания. Подписывайтесь на мой канал. Если вам полезны мои видео, нажимайте колокольчик, пишите комментарии. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие вам сказки в вашем детстве показались странными и оставили у вас какой-то непонятный, неизгладимый след. Причем как позитивный, так и негативный. Вот напишите, какая сказка оставила самые светлые воспоминания, а какая самая темная и, может быть, даже травмировала вашу психику. А может быть, есть сказки, которые вы прочитали своему ребенку, и он там начал плакать, рыдать, такое, кстати, бывает, закрывать книжку и бояться, говорить, мама, не читай. Если у вас такое было, напишите, кроме мальчика с пальчика и морозка, какие вы знаете такие жесткие сказки. И я их обязательно разберу.